Уважаемые коллеги, я благодарен организаторам симпозиума за возможность выступить перед вами. В наши клиники приходят современные аппараты ИВЛ и каждый оснащен десятком режимов вентиляции. Каждая фирма использует свои названия режимов ИВЛ. Одних только режимов принудительный ИВЛ более тридцати, режимов АМВ более десятка, около десяти режимов аналогов БИПАП, около двадцати названий режимов спонтанной вентиляции. Даже на отдыхе наши коллеги спорят о режимах ИВЛ. Что делать? Наш традиционный вопрос. Американские коллеги нашли решение. В 2001 году они приняли классификацию режимов ИВЛ, разработанную профессором Кливлендского университета Робертом Чадбурном. Эта классификация режимов подробно рассмотрена в нашей книге. Электронный вариант книги в свободном доступе на сайте нашего отделения. Противоречие, запускающее творческий процесс, состоит в том, что, замечая функцию дыхания, мы наносим ущерб дыхательной системе. Артур Слуцкий в своих работах детально описывает вентилятор, индуцируемые повреждения легких. Эта публикация сопровождает великолепные исследования, показавшие формирование атрофии мышц диафрагмы при ИВЛ. Пауло Пелози, используя магнитно-резонансную томографию, показал, что при спонтанном дыхании диафрагма движется в грудной клетке, как поршень в цилиндре, обеспечивая соответствие перфузии и вентиляции. А при ИВЛ у релаксированного пациента задние и нижние отделы легких гиповентилируются и подвергаются отэлектозированию. Новые режимы ИВЛ нужны, чтобы сохранить активность дыхательной мускулатуры, снизить уровень седации, предотвратить конфликт пациента с аппаратом, облегчить и ускорить прекращение респираторной поддержки. И, как следствие, улучшить результаты лечения. Мы обсудим особенности режимов, построенных на переключении между двумя уровнями СИПАП, режимы с двойным управлением и АУТОМОД. На слайде представлены названия режимов на основе двух уровней СИПАП. По существу, это один и тот же режим ИВЛ. Эти два определения звучат по-разному, но суть одна. БИПАП – это режим спонтанной вентиляции на двух уровнях СИПАП с переключением с одного уровня давления на другой через заданные временные интервалы. Но правильно и то, что БИПАП – это Pressure Control Ventilation с возможностью спонтанного дыхания в течение всего дыхательного цикла. На этом слайде показано, как произошла гибридизация. Кстати, некоторые авторы называют эти режимы гибридными. Можно сказать, что пациент спонтанно дышит в течение всего дыхательного цикла Pressure Control Ventilation. А можно сказать, что происходит повторяющийся переход с высокого уровня СИПАП на низкий и обратно. В результате получился аналог БИПАП. Только с более длинной фазой верхнего давления. Когда у пациента нет дыхательной активности, АПРВ неотличим от Pressure Control Ventilation с обратным отношением длительности вдоха и выдоха. В обоих случаях использовано одно техническое решение. Это активный клапан выдоха. Обычный клапан выдоха во время аппаратного вдоха закрыт. Если пациент пытается дышать или кашлять, возникает конфликт с аппаратом ИВЛ. Активный клапан выдоха с электронным управлением позволяет пациенту дышать спонтанно на любом уровне давления в дыхательных путях. Главная особенность в том, что активный клапан выдоха работает в тот момент, когда аппарат выполняет вдох. Рассмотрим особенности этих двууровневых режимах на примере SmartPAP или SPAP аппарата Inspiration LS. Если у пациента нет спонтанного дыхания, режим SPAP неотличим от Pressure Control Ventilation. Если пациент дышит спонтанно, аппарат не мешает ему делать это в любой момент времени. Спонтанные вдохи и выдохи синхронизированы с работой аппарата. Аппарат позволит пациенту завершить вдох и после этого начнет выдох. Триггеры вдоха и выдоха позволяют избежать конфликт пациента и аппарата ИВЛ. Двууровневые режимы позволяют активизировать Pressure Support Ventilation. Поддержка давления устанавливается раздельно для каждого уровня CPAP. При создании АПРВ, Airway Pressure Release Ventilation, исходили из задачи расправить спавшиеся альвеолы у пациента с острым респираторным дистресс-синдромом и восстановить утраченную функциональную остаточную емкость легких. Однако, спонтанное дыхание на таком высоком уровне CPAP требует от пациента больших усилий. Было найдено элегантное решение. Обычно мы дышим, увеличивая объем грудной клетки, начиная от уровня функциональной остаточной емкости. Но можно вентилировать легкие, уменьшая объем и возвращаясь к исходному. В результате, легкие расправляются без пиков давления и меньше влияния на гемодинамику при том же среднем давлении в дыхательных путях. Двойное управление по-английски Dual Control. Одновременно управлять давлением и объемом невозможно в принципе. Но такие режимы существуют, поскольку управление объемом происходит через управление давлением. Сравним два способа управления. При Press Control Ventilation больше комфорта и меньше повреждений легких. Но нет стабильных объемов. При управлении по объему аппарат доставляет заданные объемы, но меньше комфорта, трудней синхронизации, больше повреждений легких. Двойное управление суммирует достоинства и устраняет недостатки. Общеизвестна шутка разработчиков этого режима. Врач будет думать, что проводит ЭВЛ в режиме Volume Control Ventilation, а это уже Pressure Control Ventilation. Полное название этих режимов ЭВЛ. А это коммерческие названия режимов принудительной вентиляции, использующих принцип дольного управления. При запуске этого режима аппарат делает первый вдох в режиме Volume Control с целевым объемом. Тестирует дыхательную систему пациента. Запоминает, с каким давлением нужно делать вдохи, чтобы доставлять целевой объем. Если при таком давлении в дальнейшем не удается доставлять целевой объем, аппарат вносит поправки, как самонаводящаяся система. На аппарате Puritan Binet 840 при тестовом вдохе используется нисходящий поток. Это удивительная точка в эволюции режимов ЭВЛ. Все современные режимы принудительной ЭВЛ с двойным управлением работают с активным клапаном выдоха. Это делает их похожими на двухуровневые режимы. Настолько похожими, что на графиках дисплея они неотличимы. Эти фотографии мы сделали с экрана монитора аппарата у одного и того же пациента. Разница в том, что режим SmartPub настраивают по давлению, а режим Pressure Regulated Volume Control настраивают по объему, а результат одинаковый. Убедитесь сами. Существует режим спонтанного дыхания с двойным управлением. Это режим, в котором аппарат меняет давление поддержки для того, чтобы пациент получил целевой дыхательный объем. Название режима Volume Support получилось, когда из пяти слов названия оставили два. Внизу слайда приведено название по классификации Роберта Чадберна. Volume Support – режим вентиляции на основе Pressure Support Ventilation, в котором аппарат ИВЛ изменяет уровень давления поддержки для доставки целевого дыхательного объема. При работе этого режима аппарат ИВЛ постоянно измеряет доставленный дыхательный объем и в разрешенных границах корригирует давление. Отличие Pressure Regulated Volume Control от режима Volume Support в том, что Pressure Regulated Volume Control – это режим принудительной вентиляции, Volume Support – режим спонтанной вентиляции. Поэтому в Pressure Regulated Volume Control задана частота дыхания, а способ переключения на выдох производится по времени. В Volume Support, так же как и в Pressure Support Ventilation, переключение на выдох производится по потоку. На основе способа управления принудительным вдохом Dual Control Breath-to-Breath существуют, так же и режимы SAMV на многих современных аппаратах ИВЛ. Auto Mode – это не режим ИВЛ, а программа, выполняющая переключение между двумя режимами ИВЛ. Принцип перехода со спонтанного на принудительный режим такой же, как в опции Apnoe Ventilation. В Auto Mode ИВЛ происходит в принудительном или в спонтанном режиме. Если пациент перестает дышать самостоятельно в течение установленного врачом времени Apnoe, аппарат переходит в принудительный режим. Если пациент последовательно инициирует два вдоха, аппарат опять переключается в режим спонтанный ИВЛ. Auto Mode обязательно включает в себя два режима. Один принудительный и один спонтанный. Если начинаем из Volume Control CMV или Pressure Regulated Volume Control, то когда пациент начнет инициировать вдохе, аппарат переключится в Volume Support. Если начинаем из Pressure Control CMV, то когда пациент начнет инициировать вдохи, аппарат переключится в Pressure Support Ventilation. Auto Mode включают нажатием виртуальной кнопки. Auto Mode внизу экрана. Если Auto Mode включен из PRVC, настройка целевого дыхательного объема сохраняется для Volume Support. Если пациент инициирует вдохи, аппарат переходит в режим спонтанной вентиляции, Volume Support. Если длительность Apnoe превышает 7 секунд, Auto Mode переходит в режим принудительной вентиляции. Но в отличие от опции Apnoe Ventilation, тревогу не подымает и персонал не беспокоит. Он спокойно замещает утраченную функцию до тех пор, пока пациент не начнет инициировать вдохи сам. При неполном пробуждении после анестезии бывает трудно понять, когда пациент готов к экстубации. В этом случае можно безопасно использовать Auto Mode. Auto Mode целесообразно использовать у нейро-реанимационных больных с нарушением респираторного драйва. Auto Mode с Volume Support и Pressure Regulated Volume Control при отсутствии спонтанной дыхательной активности гарантирует адекватную и комфортную ИВЛ, обеспечивая заданный дыхательный объем и минутный объем дыхания. Как только пациент начнет инициировать вдохи, аппарат переключится в Volume Support. В Volume Support аппарат сам устанавливает уровень давления поддержки для достижения целевого дыхательного объема. Auto Mode эффективен при сложном прекращении респираторной поддержки. Профессор Андрес Эстебан дважды выполнил исследование того, как в отделениях интенсивной терапии используются режимы ИВЛ. Врачи-интенсивисты весьма консервативны. Наиболее часто в мире используется режим принудительной вентиляции, управляемый по объему. Но нам есть куда развиваться. И в России возможно выполнение исследований по ИВЛ, которые будут иметь мировой приоритет. Это адрес нашего сайта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...